Здравия собрания! Я сердечно поздравляю вас с этим праздником Благовещения. А также в этом месяце был день рождения, Григорий Васильевич, я тоже поздравляю. Я очень рад благословения вам. Мы всегда радуемся, когда наши братья, служители, служат Богу в искренности от всего сердца. Я прочитаю местописание, а потом у меня будет слово к подросткам и детям, кто постарше. Ну, может, и маленьким что-то мы скажем. Я прочитаю место, которое записано, Евангелие от Луки, первая глава, касательно сегодняшнего праздника. Я все читать не буду, только вот некоторые слова. 26 стих. Первая глава Евангелия от Луки, 26 стих. В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученную мужу именем Иосифу, из дома Давидова, имя же деве Мария. Вот это я хотел два стиха этих прочитать. Ну, а сейчас я хочу обратиться к детям и некоторый урок взять, ну, вам поделиться. Я хотел бы микрофон. Я, как обычно, выхожу туда. Я хочу к детям поближе немножечко, ну, и к подросткам. У нас братья, будущее. Такой случай был. Я взял детей, некоторых двоих своих сыновей, и мы поехали в автозону. Знаете, что такое автозона, магазин. Ну, поставил машину, а дети, дети 13 лет им было, 14 год. Ну, я быстренько в магазин зайти, взять, что мне нужно, и я выхожу, а моя машина влипла в стенку. Удар в стенку. Представьте мою реакцию, мальчики. Я выхожу из магазина, машина разбитая стоит. И я не пойму, что. Когда смотрю, здесь уже около машины еще мальчики кружатся, бегают такие, подростки. Тоже под 14 лет. Что случилось, и мне начинают все рассказывать, ну, как обычно, оправдывать. Это не я, это машина. Я ни при чем, я только сидел. В общем, никто ничего не делал, но машина разбита. Ну, я выслушал одних, выслушал других. Ну, своих детей. Ну, они никогда у меня не сидели за руль. У нас такое правило в семье. Даже если ты пермит получил, до получения лайсенса ты не можешь сам выезжать за пределы нашего дома. Только вместе. Край, мне нет времени, но я все бросаю и сажусь. Вместе едем. Пусть он за рулем будет. Но нет лайсенса, значит, он должен быть честно. Ну, и так вот мы и вели такой порядок жизни. Ну, а мне показалось, что они это сделали. Без моего отсутствия пришли два мальчика, их друзья где-то тоже, наверное, рядом подъехали с своими родителями. И они сели в машину, а я ключи оставил. И оказалось, что они подошли, эти два мальчика, которые пришли к нашим, честно сказали, это я. Ну, один из них. Я, говорит, сел, включил машину, мотор завел. И хотел чуть-чуть ближе подъехать. Ну, я обычно как стою, чтобы был проход, чтобы могли люди проходить подальше. А он хотел чуть-чуть подъехать. И вместо тормоза нажал газ. И достал стенку. Ну, вот так случилось. Ну, что мне делать? Ну, ничего, что ты сделаешь? Я к чему это рассказываю? Я говорю об этом случае. Потом мы отремонтировали машину, все, мы ездили на ней, все было хорошо. К чему я рассказываю? Если тебе нельзя, то нельзя. Если ты еще не вырос до того времени, нельзя. А мальчикам и девочкам, даже уже постарше или меньше, даже малым девочкам, мальчикам, хочется что-то делать то, что они еще не должны делать. Например, на самолете полететь, вместо пилота сесть и там полететь на самолете. Или там на машине, чтобы проехать. Ну, и стараются вот как-то сделать то, что они еще не должны сделать. Вы знаете, в жизни-ка, в жизни должно быть то, что тебе разрешается делать. А что не разрешается, не делай. Потому что это еще не по твоему возрасту. Это еще тебе не нужно делать. Придет время, когда ты это будешь делать. Я попросил бы там братьев Павла или кто, чтобы можно было. Вот посмотрите картинку эту. Вы догадались, да? Это мой внук, хороший такой, Джейсон его звать. Он, значит, посмотрел, ему показалось, что ему лучше будет в этих туфлях. И он не ходил. И смотрит вроде бы нормально. Он смотрит на носки, но он же сзади не видит, что там еще один поместится в зубе. И вот он смотрит, ну, приятно ему. А со стороны мы понимаем, что он большие туфли одел или нет? Конечно, большие. Он сможет в них ходить или нет? Нет, конечно. И вот он смотрит на эти туфли и думает, почему я дальше не могу идти? Хочет идти, а дальше не может идти. Потому что он еще не дорос до этого возраста, чтобы такие туфли одевать. И поэтому он и удивляется, и ему нравится, но не может сделать. Так вот человек в жизни бывает, в жизни своей. Он думает, что он сейчас сядет на машину, поедет. А взрослые на него смотрят, думают, ну, куда ты садишься за руль? Ты выглядишь, как этот мальчик? Ну, хотя ему здесь полтора годика. Ты выглядишь, как этот мальчик в этих туфлях. Когда ты думаешь, вот я сяду на машину, я поеду, пока папа на работе, я сейчас там поубираю, пропелисосую и проеду круг. Тебе не надо садиться. Ты выглядишь, как вот этот мальчик. Настолько ты далеко от того, что тебе надо. Ты думаешь, вот я сделаю какое-то дело. Оно выглядит, ты не за свое дело взялся. Тебе еще не по возрасту. Бывают мальчики влюбляются в девочек. Тебе еще не по возрасту. А ты уже невеста у тебя есть какая-то. Ты ей записочку там написал какую-то такую. Тебе еще не по возрасту. Ты выглядишь так, как этот мальчик в этих туфлях. Так, девочки, тоже вот такой вот пример. Когда вас там, вы кому-то пишете, с кем-то переписываетесь. Ну, сейчас уже не записывайте, сейчас по телефону. Пишут месседжи, отсылают друг к другу. Даже бывает так, вот девочка с этой церкви, а мальчик с другой церкви. И пишут там друг к другу. Ну, мы просто дружим. Когда вы пишете это, вы выглядите, как этот мальчик в этих туфлях. Это не ваше еще. Вам надо еще подрасти, чтобы можно было этим делом заниматься. Поэтому у меня такое пожелание. Написано, дети, повинуйтесь родителям. Не написано, дети, ищите себе невесту. Такое не написано, правда, да? Повинуйтесь родителям. Это будет красиво и хорошо. Или девочки там, например, тоже в этом смысле. Ты из детства знаешь священное Писание. Мальчики и девочки должны учить священное Писание. Изучать. Это по возрасту. Это красиво. А что не положено, оно вот выглядит так. Пусть Бог благословит и поможет мне такое короткое пожелание вам, чтобы вы делали то, что разрешено и что дозволено по вашему возрасту. Благословения вам. Теперь я возвращусь к этому тексту, который мы прочитали с вами. Я его еще раз прочитаю. Это первая глава Евангелия Луки, 26 стих. В шестой месяц послан был ангел Гаврил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу, из дома Давидова, имя же деве Мария. Дорогие друзья, этот праздник, он отмечается, потому что здесь сбывается пророчество. Здесь как бы две таких главные мысли. Это сбывается пророчество, которое Богом было сказано в Эдемском саду. И здесь Бог проявляет силу и всемогущество свое. Рождение Иисуса Христа Бог брал под свой контроль. Например, Гавриил Ангел – это очень-очень высокий ангел среди ангелов. Очень значение его большое. Он здесь говорит, кто он. Смотрите, это первая глава, 19 стих. Ангел сказал ему в ответ, я, Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою, и благовестить тебе сие. Вот он понимал, он представал пред Богом. Это очень большая сила в него была. Ну, я думаю, в мыслях Бога было намерение, так и написано, когда пришла полнота времени, то Бог послал Сына Своего. И когда подходило это время, Бог уже видел, кого Он это послал. И Он призывает ангела. И у меня вопрос, знал ли ангел, почему его Бог зовет, дать ему поручение? Это вопрос у меня неотвеченный. Я не знаю. Думаю, что ангел не знал. Он готов был выполнять любое поручение. Любое поручение. Ну, тем более враг, сатана, не знал. Он этого вообще не знал. И когда Гавриилу Бог сказал, иди в город Назарет, в Галилея, и скажи там слово. Ангел взял это поручение или получил это поручение, и прибыл к Деве Марии. Это было мгновенно. Это для него расстояние не существует. И он сказал ей слово. Так вот, посмотрим, друзья, какая сила у Бога. Какой Бог всемогущий и всесильный. Он контролирует рождение людей на земле. Он контролирует и во власть его входит все. И вот даже в данном случае и в других случаях мы видим, Бог контролировал рождение Самуила, Самсона и других людей. И мне кажется, Бог контролирует рождение всех людей на этой земле. И это очень сильно. И поэтому, мамы и папы, не сомневайтесь, принимайте от Бога детей. Потому что Бог контролирует рождение детей. Бог приводит в действие все. Бог дает жизнь каждому. И мы не можем дать жизни. Бог дает жизнь. И вот здесь мы ясно видим Божье действие, могущество Бога. Второе могущество Бога. Он сказал там дальше. У Бога не остается бессильным никакое слово. Слово Бога, оно силу имеет. И я это отношу к тому моменту, когда Бог в Эдемском саду, когда было грехопадение, Бог сказал змею. Сказал ему, что он будет ползать на чреве и так дальше. И главная мысль, которая здесь у нас бывает, что оно, семья жены, будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. И вы посмотрите, даже в рождении Иисуса Христа, можно даже и в других моментах сказать, ну в этом яснее будет, что сатана, враг, он жалил пету. Ну, например, смотрите, Христос родился, и Ирод хотел уничтожить его, и только в пету жалил. Христа уже там не было. Христос был уже в Египте. Ну, или по дороге в Египет, точнее. То есть, сатана всегда сзади где-то в пету догонял. Он не знал фактов, он не знал событий. И те события, которые он узнавал, он узнавал уже потом. Христос его поразил в голову. На кресте, на Голгофе, воскресением своим он поразил его. И что Христос совершил, спасение в чем заключало, что он людей всех на земле оправдал, сделал праведным, потому что на себя он взял грехи всех людей, а людям отдал праведность свою. И теперь мы своей праведностью не можем спастись, но мы спасаемся верой в праведность Иисуса Христа. Он вот эту праведность отдал нам. Берите ее, одевайте. Вы праведны, вы спасены. Ну, через покаяние, через возрождение свыше, естественно. Вы спасены. А Христос взял на себя, и он взял на себя грехи всех, и угодно было Богу поразить его, потому что на нем был грех всего мира, и мой, и всех нас, братья и сестры. И он совершил этот удар, потому что, по врагу удар, потому что он, будучи невиновным, но взял вину на себя, он нас этим освободил от вины. И теперь мы можем молиться, мы можем благодарить, мы можем ждать Иисуса Христа, он придет и нас заберет к себе. Виновный или невиновный Христос сделался виновным. Это свидетельствует, знаете, в какой момент? Когда Иосиф был в Египте, и пришли к нему братья, и когда, это второй раз, когда они же с Вениамином пришли в Египет, и все вот там развивалось, он их кормил, хотя они его не кормили там, это надо отметить, когда они его продавали, даже не покормили над дорогой. И вот они отправляются. И слуга Иосифа, по приказу Иосифа, ложит чашу в один из мешков. В какой мешок? Чей это был мешок? Вениамина. Того, которого он любил. Вениамин, не зная ничего. Ну и вы знаете, когда они отошли, Иосиф говорит слуге, догоняй их, и говори им, вот это, вот это, вот это. Слуга догоняет, знаете, они, этот путь отрезок времени, я не знаю, сколько там вышли они, вышли ли они еще за город, я не знаю. Но он догоняет и говорит, что это вы сделали с моим господином? Вы воровали. Теперь вы говорите, посмотрите, он говорит, они украли чашу, они говорят нет. Кто правду говорит, он или они? Они не виноваты, они ее не брали. Он говорит, открой мешки, я не буду там деталей тебе говорить, хотя можно отметить там, что он сказал, будет тот, у кого чаша найдется, будет рабом. Остальные пойдут все домой. Открывает мешки, и он от старшего до меньшего идет, как они были рады. Один мешок открывает, нет чаши. А мы же говорили, что мы его воровали. Третий, пятый мешок открывает, нет чаши. Они уже были готовы, ну, наверное, на взводе были. Так вот ты, значит, нас тут хочешь проверять. И доходя до девятого, до десятого, открывает и вдруг последний мешок. Казалось, там уже в них все нервы были на пределе. Он открывает, а чаша там. Как? Как оказалось там? Что делать? Теперь все. Доказательства вот здесь. Налицо доказательства. Они все возвращаются назад, и вот здесь момент. Иуда идет впереди. Иуда начинает разговор. И вот здесь Иуда говорит слова. «Бог нашел в нас неправду». Он нашел в нас неправду. Иуда. Чего я так сказал? Отставить дальше? Нет. Вот здесь именно выразилось то, качество Иисуса Христа, чувствование Христа. Невиновный признает вину и берет на себя вину. Бог нашел в нас вину. Нечем оправдываться. Нет ничего. И здесь Иосиф не выдерживает. Иосиф отсылает всех и признается братьям своим. Происходит примирение. Вот когда Христос пришел на землю, Он невиновный, взял на себя вину, и поэтому произошло примирение с Отцом Небесным. Потому что Он невиновный, взял на себя вину. Это чувствование Христа. Это Христос совершил. Поэтому, братья и сестры, какой Бог наш сильный, всемогущий, как Он достоин славы. И сегодня этот праздник благовещения возглавить Господа, чтобы пришла полнота времени, и Бог это время ждал. Бог это время знал. И приходит тот момент, то мгновение, когда Он зовет Ангела, когда Он посылает Его, когда Он говорит. И это то, что Он сказал в Адемском саду. И вот началась эта битва, и она завершилась поражением Его. Поразил Его полностью. Братья и сестры, враг сегодня искушает людей. И говорит, что Бог тебя не простил. Ты посмотри, сколько ты много наделал. Ты посмотри, что в твоей жизни делается. Как Бог может просить? Но поймите, что Иисус Христос и эту вину взял на себя. Он все взял на себя. Он ни один грех нам не оставил. Он ни один проступок нам не оставил. Он все взял на себя. Поэтому мы, поверив этим словам, мы можем жить дальше. Если бы не Христос, если бы Бог не послал Ангела, если бы Бог не контролировал вот эту ситуацию, рождение Сына Своего, мы бы сегодня не имели вот этого доступа. Мы бы не имели, чему верить. А мы сегодня это имеем. Да прославится Господь. Мы поблагодарим Его в наших молитвах за то, что Бог Всесильный, Всемогущий отдал Сына Своего. И так написано, Бог открыл нам любовь в том, что Он послал Сына Своего. Он открыл любовь. И Он доказал свою любовь. Когда Сын умер на кресте и воскрес. Бог доказал. Да благословит нас Господь. Будем благодарить Его. Аминь. Помолимся. Братья и сестры, я вас всех приветствую и поздравляю с праздником. Как мы уже слышали, первый праздник, большой праздник, важный для нас с вами праздник. Добрая весть о Божьем плане спасения, об исполнении этого плана спасения. И услышала об этом Мария, обрученная мужу, об этом уже читали. Буду читать Евангелие от Луки, первая глава, с 26 по 33 стих. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обрученную мужу именем Иосифу, из дома Давидова, имя же Деве Мария. Ангел, войдя к ней, сказал, «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел, «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь в очреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог в престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иаков вовеки, и царству его не будет конца». Как-то мы были на благовестии с группой братьев и сестер, и собрался народ. Название села, поселка, в котором мы были, приятное, Дружелюбовка. Собрались люди, нас внимательно слушали, мы пели, рассказывали о Боге, и хотелось выразить мысль, что все люди грешные и нуждаются в спасении. Я задаю вопрос, есть ли в вашем поселке праведник, который спасенный Богом, который живет правильно, хороший христианин или верующий, боящийся Бога человек, а люди говорят, есть. Я говорю, не может быть. не может быть, что да, есть. И они нам показали один дом, народ с нами пришел, мы пришли к этому дому, позвали хозяйку дома, вышла на улицу престарелая женщина, пожилая, старенькая, старенькая. я ей говорю, Христос воскрес, а это не дни были Пасхи, а она мне отвечает, что бы это было за приветствие. Я говорю, о, вы как Дева Мария, она говорит, а меня Мария и звать. Оказывается, эта христианка приняла крещение в 1954 году. И всю жизнь она христианка, и уже старенькая, и та церковь, которая ее обслужила, по какой-то причине о ней забыли, там умер уже пресвитер, и она уже несколько лет без церкви, без вечери Господней, но она хранит верность Господу, и в этом поселке знают ее как святой человек. Мы ее приняли в члены церкви. Ей сейчас под 90 лет уже, она жива. Каждый год на Пасху она мне звонит. Ну, там она там по местной церкви, она член церкви, звонит, поздравляет, говорит, брат Миша, я жива, все. Хорошая очень христианка. От ее свидетельства и благовестия там было, и еще уверовали люди, и молодая семья есть уже, тоже Бог милость оказал. Друзья, как-то Бог помог ей так сохранить этот свет Евангелия, хотя после мы нашли церковь, где она была членом церкви, а она что, жива? Я говорю, да, она жива, а мы думали, что ее уже нет. Я говорю, нет, она жива, нам люди указали адрес. Друзья, как хорошо, когда есть эти светильники, о которых сказано, как об Иоанне, он был светильник, горящий и светящий. И вот, друзья, мне хотелось обратить внимание на слова приветствия ангела. Ангел приветствует Марию и сообщая ей добрую весть, он говорит такие слова, «Господь с тобою». Он ей сообщает, что с нею Бог. Друзья, но это много. Если с нами Бог, если Бог за нас, кто против нас? Это большое благо, знать, что с тобою Бог. Друзья, большего и не пожелаешь. Если кто-то желает большего, я не знаю, что больше. Когда есть присутствие Бога в жизни, водительство Божье. И вот Мария, молодая девушка, обрученная мужу, слышит такие слова, «С тобою Бог». Радуйся этому. Господь с тобою. И мне хотелось бы обратить внимание на условия Бога присутствия Марии. Какие условия, как она достигла такого состояния, чтобы с нею был Бог. И не только этого. Она услышала эту весть и смогла еще сказать, «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Друзья, смотрите, что она о Господе Иисусе Христе услышала. Он будет велик, наречется сыном Всевышнего, даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова веки, и царству его не будет конца. Я думаю, она в великом трепете прослушала эту весть. Трепетно очень было. Но начало этому всему, путь к этому, Господь с тобою. Итак, первая причина, почему с Мариейю был Господь, здесь сказано, благодатная. То есть способная благодавать или, проще скажем, добродетельная. Друзья, мы находим в Священном Писании примеры добродетельных людей. Ну, например, Тавифа. Это описано в Деяниях Апостолов. Она была добродетельная, не просто добродетельная, исполненная добрых дел и творила много милостыней. Друзья, мы знаем, что она умерла, по-настоящему умерла. Ее приготовили к погребению, но когда узнали, что недалеко есть Петр, пригласили его. Я не думаю, что Петр шел на эти похороны с целью воскресить Тавифу. Я так не думаю. Но когда Петр увидел вдовица, когда он увидел людей и свидетельство того, что делала Тавифа, конечно, это был особый промысел Божий. И Петр, повинуясь этому, всех выслал и мертвому телу повеление дает. Тавифа встань, и она встала, и она воскресла. Все обрадовались. Я свою мысль здесь скажу. Обрадовалась ли Тавифа, не знаю. Если она по-настоящему была уже в вечности, там у Господа, и когда ей говорят, Тавифа, возвращайся обратно. Возвращайся обратно, давай собирайся, чуть позже придешь. Я вот, ну, простите, я так допускаю мысль такую. Но вместе с тем Писание повествует, Тавифа воскресла и дальше творила добрые дела. Как ценно в очах Бога и людей такое состояние, в котором была Тавифа. Мы встречаем Корнилия. Священное Писание о нем говорит, что он творил много милостыни народу, и это он делал со всем домом своим, и всегда молившийся Богу. И, друзья, удивительно, но тоже необычно, как в жизни Тавифы, так и в жизни Корнилия произошло. Ангел Божий предстал. Предстал Ангел Божий и сообщает ему, что там и там находится Петр, ты его пригласи, он тебе скажет слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Друзья, вот как-то Господь особо на это реагирует. Он не зря заметил Марию и говорит, радуйся, благодатная. Один пожилой служитель мне рассказывал такой случай. Как-то он в одной местности познакомился с семьей братья, муж и жена, и в разговоре задал им вопрос, вы на дело Божье десятую часть жертвуете? Они говорят, нет. И он говорит, я увлекся убеждать их, что на дело Божье по Ветхому Завету десятую часть, по Новому Завету доброходно дающего любит Бог. Когда, говорит, я закончил в пылу таком свою речь и говорю, как же вы живете, не жертвуя на дело Божье? Они говорят, мы жертвуем. А что вы жертвуете? А мы на десятину живем, а остальное жертвуем. И он мне это рассказывает. Я услышал, а у меня так, если я слышу доброе, хочу в семье своей применить. И дома договариваюсь, рассказал дома, нормально, домашние соглашаются, но вы знаете, я не смог до сих пор. Ну, вот как-то, знаете, как те священники в воду вступить, ну, хочется попробовать, но не знаю, или веры не достает, вот, или что. А желание такое есть. Друзья, я думаю, что Господь наблюдал за Марией и красиво о ней сказал, благодатная. Ну, что можно еще сказать, лучше или красивее, смотря на такое состояние сердца, на желание, на стремление совершать такое служение. Как-то в одной церкви рассказывали о семье, которые всегда первые, если услышат, кто-то болен, они посетят, если услышат, где-то там нужда, вот, из членов церкви, они уже там, или какая-то авария случилась, или еще что-то. И один брат мне лично сказал, их нельзя опередить. Я приехал, они говорят, только уехали. Как они узнают? Как будто бы их слух настроен только на эту счастливая церковь, которая имеет таких членов церкви, как вот похожих на Марию, о которой ангел Божий говорит благодатная. Как-то мы ехали с одним из братьев, он за рулем был. Я не раз за ним такое замечал. Если где-то он видит, бывает там у нас на светофоре, кто-то вот на инвалидной коляске, или кто-то ходит, просит, как быстро он на это реагирует. Я пока взял сумку, пока это он уже деньги дал, и мы уже поехали. Я говорю, ну почему ты так делаешь? Как ты так можешь быстро делать? Как это ты замечаешь таких людей? Друзья, он в трудных обстоятельствах вырос. Ему было очень сложно. Он мимо не может пройти. И особо Господь благословляет. Особую милость дает ему. Друзья, как-то Богу это по сердцу. Благодатный человек, жертвенный, внимательный и для церкви. На таких церковь строится. Те, которые готовы плечо свое подставить, те, которые, они всегда, как будто бы у них дел личных нет. Если объявили какое-то дело, потрудиться в Доме Божьем, и иногда говорят одни и те же. Но, друзья, хорошо, если эти люди это делают, как Марии ангел говорит, радуйся, с радостью это делают. Без ропота не допускают мысль, а что мне больше всех нужно, а что для нас это больше всех важно. Друзья, это очень ценно, Господь за этим наблюдает. И мне рассказывали в одной семье, девочка дошкольного возраста, многодетная семья, и когда угостят детей, ну, что-то они там или конфеты, или там еще какие вот угощения сделают, она немножко себе возьмет, остальное запрячет. Когда все уже съели этот гостиниц, проходит время, и эта девочка, она сильно любит угощать, и вот она достает свое сокровище, и папе даст немножко, маме, и там всем-всем, и бывает, даже ей ничего не остается, но ей так приятно делать доброе дело, так приятно угощать других. Друзья, ну, может быть, как дарование какое-то у этого ребенка, я эту девочку знаю, я был в той местности, может такое дарование, может такое призвание в жизни, может, ну, особый такой ребенок растет. Друзья, как хорошо вот рассуждать о Марии, и подражать Марии, и быть внимательными, чтобы услышать тоже от Господа такие слова, благодатный, радуйся, радуйся, благодатная, Господь с тобою. Вторая, друзья, мысль или причина или условие Бога присутствия из примера Марии, из жизни Марии, здесь сказано, ангел Божий говорит, ты обрела благодать у Бога. Обрела это слово обозначает цель твоей жизни, ты имела цель, имела направление это приобрести, иметь, ты этого желала, ты к этому стремилась, ты обрела благодать. Например, Ною Господь говорит, тебя увидел я праведным передо Мною. У Ноя была такая цель, у него задача была угодить Богу, прежде всего угодить Богу, он к этому стремился, он этого желал, и у него получилось. Господь говорит, я тебя увидел праведным передо Мною. Так Господь свидетельствует о Ное. Или вот апостол Павел говорит, я все почитаю за ссор, чтобы приобресть Христа, для него я от всего отказался. Друзья, без выбора не бывает. Вот все, кто здесь присутствует, мы сегодня делали выбор, пойти на служение или нет. Братья и сестры, я не думаю, что у нас с вами был такой вопрос, чем же нам сегодня заняться, вечер свободный, нечем заняться, как раз служение объявили. Пойдем на служение, ну и пойдем. Я так вообще не представляю. Мы все с вами занятые люди, у нас у всех был выбор, ну может быть малые дети с нами пошли, мы их взяли с собой, а так люди делают выбор. Избирают, избирают всякий всякий человек стоит перед выбором, чем заняться, или отдохнуть, или почитать, или какую-то работу сделать, или в дом Божий отправиться. И вот, сделали выбор, потому что есть к этому расположение, в этом есть нужда, желание и стремление сердца. Как-то мне пришлось познакомиться с одним сыном верующих родителей, который с юности имел желание быть богатым человеком. Ну, я думаю, многие этого желают, навряд ли кто-то думает, я хочу быть человеком бедным. Думаю, что люди желают быть богатыми, к этому стремится сердце человеческое. И вот он желал не просто быть богатым, он хотел быть миллионером. Друзья, вы знаете, у него получилось. У него получилось стать миллионером. Это долгая история, какими путями, но он по-настоящему стал миллионером. И довольно ну так около 30 лет он уже миллионер, самый настоящий. Теперь, когда он достиг этой высоты, к которой он стремился, он посмотрел, что в этом нету счастья. Он в этом получил такую внутреннюю пустоту, его объяла такая тоска, такой страх, такие переживания, он думал, что это все. У нас на Украине, вот в Одесской области я живу, а в Одессе поговорка такая. У мирских людей существует, может и у некоторых верующих, не знаю, но у мирских в Одессе так они говорят, были бы деньги, остальное мы купим. Так одесситы считают. Все. Друзья, я думаю, что всякий здравый даже человек понимает, и здоровье не купишь, а счастье и спасение подавно не купишь за деньги. И вот, друзья, когда он достиг этой высоты сын верующих родителей, он понял, что в этом нет счастья. И вы знаете, как быстро пороки, грехи, всякая нечистота владела им настолько, что за короткий период он оказался в таком положении, в таком состоянии, жизни не рад. И вспомнил детство, вспомнил дом отчий, вспомнил служение, церковь, занятия с детьми, все это вспомнил, пришло на сердце, и как в той притче мы читаем Евангелие от Луки 15 глава, принял решение, встану, сколько наемников у отца моего избыточи с хлебом, а я умираю от голода, встану, пойду к отцу моему и скажу, отче, я согрешил. И вы знаете, в его жизни наступил праздник. Праздник великий, торжество большое наступило, потому что Господь, как в той истории, поступил с ним точно так. Мы помним эту историю, о которой Христос рассказал эту притчу, что он шел и когда он был еще далеко, увидел его отец и жалился над ним, и побежал, и пал, и обнял, и принял его, и простил его, принесите лучшую одежду, сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Друзья, это торжество великое. Такого Бога мы имеем, который так может прощать, возрождает, настолько изменяет мышление человека, что человек, получив во Христе эту драгоценность, вместе с Ахеем говорит, половину имения раздам нищим, кого чем обидел, воздам четверо, а богатый юноша отходит с печалью, идет по жизни с такою печалью, ведь Христос сказал истину ему, что тебе еще не достает. Друзья, какая наша цель в жизни? Вот у Марии похожа была такая цель, о которой сказано, ты обрела у Бога благодать. Если бы мы с вами об этом всегда думали, как бы у Бога благодать обрести, как бы угодить Богу, друзья, то вот Мария для нас в этом вопросе большой пример. Третья причина присутствия Господа с нею это смирение. Мы читаем 48 стих, она о себе говорит, эту истину подтверждает и другой текст Писания, где Мария сказала такие слова, все раба Господня, да будет мне по слову Твоему. А в 48 стихе она говорит, призрел на смирение рабы своей. Друзья, Господь мимо смиренного сердца никогда еще не прошел. Он смиренным дает благодать. И, друзья, когда мы о смирении рассуждаем, ну как, как вот приобрести, как стать смиренным человеком? Священное Писание говорит, что этому можно научиться. Научитесь от меня, ибо я кроток, и смирен. И за смирением следует послушание, потому что Иисус Христос смирил себя, был послушен. Вот, дорогие дети, где источник послушания? Смирение, а за смирением следует послушание. оно как бы взаимосвязано, как бы одно без другого не существует. Смирение, оно имеет такие благословения. Господь с тобою эту фразу услышал еще один человек в Ветхом Завете, мы о нем читаем, его имя Гедеон. Он выколачивал пшеницу в Точиле из-за опасения от Мадьянитян. Я думаю, что он с оглядкой это дело делал. Он очень переживал, ему нужно было кормить семью. И он переживая совершал то, что нужно было бы сделать, но не в том месте. Точило не для пшеницы, предназначено для винограда. А он там, ну, Мадьянитяне не понимают, не сообразят, что там можно найти и отобрать, потому что видно было не время давить виноград. И вот он там находился. Является небожитель и говорит ему такие слова. Господь с тобою муж сильный. Он удивляется, он в этом сомневается, у него большой вопрос, есть ли с нами Господь, а где все чудеса, о которых рассказывали нам отцы наши. И он говорит, ныне оставил нас Господь. Друзья, иногда человек думает, что он Богом оставленный. Братья и сестры, как важно эту истину понимать. Это большое благо, что с нами Господь. Но иногда ошибается человек, думая, что Бог оставил. А оказывается, Гедеону ангел Божий говорит, с тобой Господь. И зря ты сомневался, и переживал, и отчаивался. Иди с этой силою своей. Ты победишь, Мадьянитян, как одного человека. И друзья, была победа, но на пути к этой победе нужно было очиститься. Потому что грех разделяет с Богом человека. Это характер греха, это большая беда на этой земле. Грех. Это самое страшное, что на земле существует грех. Это самое ужасное. Это то, что как-то на молодежном общении, небольшая группа молодежи, и было такое задание, им раздали листочки, карандаши, и нужно было нарисовать последствия греха. Ну, кто что нарисовал, кто нарисовал выпившего человека, кто там какие-то еще виды нарисовал, а одна сестра нарисовала Голгофу. Это ее самое правильное посчитали все, то, что она изобразила последствия греха. Смерть Господа Иисуса Христа. Это то, что вознесло на крест нашего Господа. Он грехи наши телом своим вознес. Друзья, это очень трепетно, очень трогательно, когда мы вспоминаем страдания нашего Господа Иисуса Христа. И вот, Господь с тобою услышал Гедеон, совершил очищение, днем он боялся, ночью дерево срубил посвященное, жертвенник вала разрушил, и Господь стал действовать в жизни Гедеона. Небольшой армии народа, и не с кем даже было идти на войну, разве что хватало силу этих мужей провозглашать, меч Господа и Гедеона. И победа великая была, и освобождение было Израиля от тех, которые так поступали с народом Божьим. Друзья, Моисей, он не соглашался идти без Бога, не соглашался. Если ты не пойдешь с нами, то и не выводи им. Один брат мне рассказывал, говорит, я один раз выехал в дорогу без молитвы и попал в аварию. Теперь, говорит, для меня это такой знак, такое знамение, я из дому не выхожу без молитвы, я не хочу без Бога и шага делать. Ну, так для него открылось, что необходимо это всегда делать, как написано, должно всегда молиться. Друзья, как важно, чтобы у нас с вами было желание присутствия Божия. Мне хотелось бы обратить внимание на такой текст Священного Писания, 2-е послание к Ринфянам, 13-я глава, читаю 11-й стих. Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами. Друзья, первое послание апостол пишет Коринфянам, второе послание пишет и обращает внимание на их состояние. Есть у них дарование, многое, что есть, а любви не достает. Достигайте любви. И вот заключение последнего послания, самое главное, самое ценное, в чем нуждается эта церковь, он говорит, в Богоприсутствии, чтобы с вами был Бог. И здесь он ряд условий предлагает. Друзья, первое, то же самое, что ангел Божий Марии говорит, радуйся. Друзья, наверное, в этом мы особо все нуждаемся, потому что радость наша иногда похожа на радость учеников, когда они пришли и говорят, Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем. Но пройдет время, и ученики будут задавать вопрос, Господи, почему мы не могли изгнать? Поэтому Иисус Христос говорит, не этому радуйтесь. Радуйтесь, что имена ваши написаны на небесах. Если состояние нашей радости, оно зависит от вот таких показателей, есть сегодня успех, бесы повинуются. Получается у нас восторг. Не получается, что такое, почему трагедия, разочарование, уныние, но та радость, тот высший ориентир ваши имена на небесах. Это никто не может отнять. Это же восторг, это Божий план спасения, это особая милость Божья к нам, друзья, и поэтому Христос обращает их внимание на это. Радуйтесь, что имена ваши на небесах. И здесь апостол Павел говорит, радуйтесь. Потом он говорит, усовершайтесь. Друзья, нельзя останавливаться на достигнутом. Иногда верующие люди, они так говорят, ну как бы я же не хуже других, и те и так поступают, и так, ну как бы нормально, а зачем больше чего, ну вот так, служение совершаем, посещаем, и семья в целом неплохо выглядит, ну и вот так, а другие и то послабее. Никогда нельзя останавливаться на достигнутом никому. Хоть, скажем так, вот музыканты, они же постоянно развиваются, постоянно они занимаются, развиваются, вот, или хоры, или там еще, а в духовном состоянии усовершайтесь. рост духовный, доколе не придем в меру полного возраста Христова, здесь нельзя останавливаться, и Павел говорит, так поступайте, потом он говорит, утешайтесь, друзья, это невозможно без Духа Святого, когда Христос говорил о Духе Святом, он говорит, утешитель же, Дух Святой, который придет, он напомнит, он научит, он еще говорил о нем, Господь, что он обличит мир о грехе, но он всегда подчеркивал утешитель, друзья, утешаться, ну как бы, ну вот я сейчас буду утешаться или утешать, невозможно без Духа Святого, это сущность его, это характер Духа Святого, даже обличая, он утешает, иногда люди чрезмерно себя обвиняют, доводят почти до депрессии, вот я виноват, виноват, и все, это не почерк Духа Святого, он указывает на Голгоф, он указывает на выход, он ободряет, он указывает на прощение, на спасение, вдохновляет, он даже обличая утешает, это Дух Святой, и эту способность исполняться Духом Святым и утешаться, об этом здесь речь, будьте единомысленны, друзья, сложный вопрос, но представьте себе, вот сколько нас здесь, у нас есть интеллектуальная способность человека, который отличает его от другого творения, и теперь иметь единомыслие, как это возможно, и возможно ли это, друзья, возможно, по учению Иисуса Христа, так нас учит Писание, по учению Иисуса Христа это возможно, а так никакое общество удержаться не может, когда нет какого-то стержня, но самое надежное, самое лучшее, это учение Господа нашего Иисуса Христа, и поэтому апостолы говорят, будьте единомысленны, следующая мысль мирны, друзья, когда Иисус Христос воскрес, удивительно, одно из первых, самых важных приветствий, которые мы с вами пользуемся по сегодняшний день, но это не просто приветствие, это сущность воскресения, воскресший Христос говорит, мир вам, друзья, Он принес богатство, мир Божий, который превыше всякого ума соблюдет сердца и помышления во Христе Иисусе, этот мир принес Христос, Он не принес им там какое-то строгое слово такое там, Он мир принес, они может и нуждались в каком-либо обличении, и в Евангелии Марка сказано, укорял их за неверие, это есть, но основное, что Он принес, мир вам, один человек рассказывал, говорит, я встретил, по дороге едут, христианин, а этот мирской говорит, ну что ты имеешь, что ты верующий, ну у меня жена хорошая, у меня хорошая жена, ну у меня семья многодетная, вот семь детей, у меня пятеро детей, тоже семья многодетная, ну что ты имеешь, что ты имеешь, Ну, у меня, я свободен от вредных привычек, и я не курю и не пью. И наш брат не знает, что сказать. Думал, думал, а потом говорит, я имею мир с Богом. А он говорит, а я этого не имею. Друзья, это богатство, мир с Богом. Потому что человек, живя во грехе, он живет во вражде с Богом. И вот нас с Богом примирил Иисус Христос. И апостол Павел теперь говорит, будьте мирны. Имеющие мир с Богом способны иметь мир друг с другом. Они даже способны быть миротворцами, о чем мы читаем в Евангелии Матфея 5 главе. Будьте блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Очень высокий статус миротворцев. Мирны. И теперь он говорит, как обетование для нас звучит. И Бог любви и мира будет с вами. Братья и сестры, мы сейчас будем молиться Богу. Мы поблагодарим Господа за эту радостную весть, которая касалась не только в древности Марии, а касается всех присутствующих. И эта радостная весть нас вдохновляет. Добрая весть о пришествии нашего Господа, Спасителя. И мы этим воспользовались. Великий, который Царь Царей и Господь Господствующих является нашим Спасителем. И, друзья, эта добрая весть для нас имеет большое значение. И хотелось бы помолиться о том, чтобы нам желать присутствия Божьего. Чтобы не только о Марии сказано «Господь с тобою». Чтобы не только о Гедеоне мы читаем историю, что вот Господь с тобою, Гедеон. Или здесь Бог будет с вами, а с нами Бог. И если Бог за нас, кто против нас. Помолимся, кто желает. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok